Депутатам представили уже реализованные проекты и те, что пока вызывают трудности. Им действительность не лакировали, показали все как есть. Одним из первых объектов в программе – Нагорный парк в Барнауле. Его критиковали и не без оснований, но он постепенно становится местом отдыха горожан и гостей краевой столицы. Территория вместе с прогулочной зоной улицы Молотобольской и другими объектами образует кластер «Барнаул-Горнозаводской город». То, что у вас сохранился старинный облик города – это очень здорово, и я считаю, что нужно обязательно это постараться удержать. Даже вот отсюда видно старые дома. Я вот сам из Казани, к сожалению, мы во многом это потеряли. Депутатам Государственной Думы представили недостроенный ледовый дворец в Октябрьском районе Барнаула. Застройщик обанкротился и проект заморозили. Прямо на месте депутат Государственной Думы легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов вместе с коллегами пообещал сделать все возможное для решения данной проблемы. Я думаю, что это федеральная власть сегодня должна. Те дополнительные ресурсы, которые у нее появляются в рамках программных всяких решений, достраивать. Я считаю, что это хуже нет. Вот такой лучше, ну а еще раз не начать, чем вот в таком состоянии достроить. Я думаю, что сейчас при решении вопроса за полтора года можно его построить. Непростая история. У убийского кластера «Золотые ворота» проект в рамках федеральной целевой программы развития внутреннего и въездного туризма реализуется с 2011 года. Ранее здесь выявили нарушение сроков строительства. И в первую очередь они были связаны с недостаточным привлечением инвесторов. Вопрос неоднократно обсуждали на профильном комитете. Не сегодня депутаты Госдумы приехали посмотреть, на что пошли бюджетные деньги и оценили дальнейшие перспективы развития. На данный момент, мне кажется, что здесь сформирована та территория, которая будет важна для актуального развития Бийска. По сути, вот от Стеллы до нефтебазы есть 270 гектар земли, в которые вложены государственные деньги в инфраструктуру. И они могут быть использованы для того, чтобы заикорить здесь достойные проекты. Пока на основной площадке Золотых Ворот работает только один объект – придорожный комплекс «Горная страна», который официально открыли месяц назад. Инвесторами стали бийские предприниматели Вера и Алексей Саламатовы. Они вложили в строительство больше 50 миллионов рублей. Но инвесторы говорят о том, что основной поток туристов направляется на отдых в горы, минуя Золотые Ворота по объездной дороге, которая ухудшила условия для развития бизнеса в туркластере. Но проблема решаема, считает Алексей Саламатов. Во-первых, надо заменить знаки, потому что сейчас все направляются, кто не знает, что через Бийск можно проехать. Знак стоит сюда – это Бийск. И все. А Ташанта стоит на объездную дорогу – знак. И вот это, я считаю, что это основная проблема кластера Золотые Ворота. Решение вопроса с дорожными знаками и как следствие не только увеличит поток туристов через Бийск, но и позволит другим инвесторам начать здесь стройку. А вот на другом объекте в Белокурихе-2 депутаты увидели, как дорога стимулирует темпы строительства. Великолепная дорога, построенная за счет федерального бюджета. Теперь инвесторы готовы сюда вкладывать деньги. И это логичное продолжение всемирно известного, без преувеличения, курорта Белокуриха. Уникальность этой площадки в том, что здесь будет совмещен культурно-познавательный, экологический туризм и санаторно-курортное лечение. Такого в мире нет нигде. Здесь же на высоте 800 метров над уровнем моря создан лыжно-биатлонный комплекс. И в будущем у него есть все предпосылки стать площадкой для проведения соревнований не просто российского, а мирового уровня. Примерно такая же инфраструктура и такое же положение. Это эпоклюка Словения. Там также курортный городок и также есть подъем километров 8 на место соревнований. И я думаю, что здесь тоже это все можно организовать. В центре внимания депутатов Госдумы были не только городские, но и сельские территории. Так они посетили Целинный район. Это яркий пример того, как бизнес инвестирует свои деньги на развитие современных спортивных и социальных объектов. В селе Дружба сегодня находится лучшее в регионе футбольное поле. В Бочкарях функционирует круглогодичная ледовая арена. Завершается строительство спортивно-оздоровительного комплекса и гостиницы. Вся эта инфраструктура позволит спортсменам нашего и соседних регионов проводить здесь тренировочные сборы. Село создает условия для развития. Новый микрорайон. Там порядка 40 домов. То есть мы сейчас стройку ведем уже. То есть можем заехать. За три года мы планируем это все застроить. За два дня работы в Алтайском крае депутата комитета по спорту, физической культуре, туризму и делам молодежи Государственной Думы посетили около 15 спортивных и туристических объектов. Сегодня работа продолжается на международном форуме «Алтай. Территория развития». Итоги поездки будут подведены на расширенном заседании комитета. Кирилл Политов, Евгений Плоходин, Александр Антропов и Иван Зяблицкий. День с толком.